Друзья, всем привет! С вами компания MassMotors. Сегодня предлагаем вашему вниманию китайский Land Cruiser Prada. Это Haval H9 с бензиновым двигателем. Поехали! Что такое компания Haval? Мы в общих чертах знаем. Это китайский премиум бренд. Это первый китайский премиум бренд, который решил попробовать себя на территории России и радует нас такими классными машинами на самом деле, потому что многие любят второй, шестой, особенно девятый Haval. Многим интересно, что это за машина. Сегодня мы вам более детально покажем салон, дизайн. У девятого Havala успел произойти новый рестайлинг, кстати, уже на территории России. И объясним, в чем отличие от старой машины. Посадка в Haval просто сногсшибательна. Очень удобно. Всевозможные регулировки сидений есть. Очень широкий диабазон регулировки самого руля и сидения водительского, кстати. Сидение тут у нас с памятью, с очень хорошей поддержкой поясницы. Тоже, в принципе, регулируется она электронно. В отличие от старой девятки, то есть до рестайлинг, которая была, тут у нас уже представлен черный салон. На старой только в коричневом варианте он предлагался. Основной дизайн остался тот же, из опции, если я не ошибаюсь, только подогрев руля добавили, так как на старом нету. Изменили немножечко центральную консоль. Сюда добавили вместо ручки и рычага такого КПП большого поставили джойстик. И джойстик однозначно взят от Audi, потому что очень больно сильно он смахивает. Кнопочка паркинг сверху и, соответственно, режимы R задней передачи и драйв вперед. Переключаются, кстати, очень удобно. Мне прям самому нравится, приятно, на самом деле. Можете выбрать режим парковки, на самом деле. То есть предлагают, кстати, варианты режима парковки. Параллельная парковка, встать рядом с бордюром или парковка между двумя автомобилями. И тем самым автомобиль помогает тебе парковаться, показывает нужный радиус руля, который нужно взять. Это на самом деле приятно, потому что если ты с маленькой машины садишься на такую большую, не сразу привыкаешь к габаритам. Что еще поменялось на центральной консоли? На центральной консоли кнопочки, которые у нас отвечают за системой полного привода, то есть подключение полного привода. Режим 4L пониженный, режим автомобиля, то есть можем выбрать авторежим, режим спорт, режим песок, режим грязь также есть, снег и заново авторежим. В авторежим машина сама определяет, в принципе, условия дороги, какие есть. Сбоку дизайн машины немножечко похож на Toyota Land Cruiser Prado, на самом деле, то есть напрямую своего конкурента. Хавал тут однозначно выигрывает в ценовом диапазоне, потому что он значительно дешевле и имеет очень смачную, богатую комплектацию. То есть в этой машине есть абсолютно все и еще чуть-чуть, чтобы вы понимали. Ну, машина от завода, соответственно, приезжает уже с защитной пленкой. Тут у нас вот белого цвета, это защитная пленка, под ней черный матовый пластик стоит. Извините, глянец, черный глянец. Хром-пакет, соответственно, везде максимально много хрома, рейлинги вокруг дверей, вставки на самих дверях, пороги, тоже такого серебристого оттенка сделаны. Лично мне Хавал нравится очень сильно, потому что выглядит она очень роскошно. Выглядит она не на ту сумму, которую она стоит, на самом деле. В отличие от дорестайлингового Хавала, объясним отличие, которое есть в передней части. Во-первых, то, что бросаются глаза от решетка радиатора, отличия небольшие. Тут решетка радиатора получила 5 таких линий, в старом Хавале их было всего лишь 3. Немножечко изменен бампер, все остальное осталось таким же, соответственно. Тут у нас Bixenon стоит, линзованные фары, парктроники стоят и передний и задний, омыватель фар. По поводу комплектации, тут очень много опций, очень много кнопочек, в принципе, которых бесполезных. Про них рассказывать отдельно, это тратить куча времени. И вы сможете ознакомиться на сайте Масс Мотор с этим всем. Я вам лучше расскажу про шумоизоляцию, про качество отделки материала в салоне, который есть. Потому что тут везде, куда ни тыкни, прорезиненный пластик. Тут очень хорошее качество, блин, пластика, обшивки, материалов потолка, всего вообще, всего. Очень-очень круто, на самом деле, Хавал, молодцы. Чувствуется, что премиум бренд и за что ты платишь такие деньги. Сидя за рулем этой машины, ты не боишься делать более резкие такие движения рулем, потому что стоит она уверенно на дороге. По поводу шумки, шумка это отдельная тема, тут очень хорошая шумоизоляция. Видно, что на ней постарались поработать китайцы. Тихо ездишь, ничего не слышно. Чуть-чуть передается там звук от колес, но это не критично совсем. Музыку на фоне включаешь и мешать не будет однозначно. Самый такой смачный плюс, который есть в рестайлинговом двигателе. Во-первых, тут добавили восьмиступенчатую коробку передач, трансмиссию ZF. И новый двигатель с мощностью 245 лошадиных сил. Давайте посмотрим. Двигатель у нас тут бензиновый турбированный стоит. Также по лицензии Mitsubishi установлен. Под капотом выглядит все очень красиво. Везде пластик. Пластик очень качественный, на самом деле. Первое, что бросается в глаза, это бачок омывателя стекол, лобового стекла. Бачок омывателя фар отдельно стоит установлен. Из такого некрасивого под капот, единственное, видны трубки кондиционера. А все остальное спрятано под красивым пластиком. Выглядит красиво. Так, Haval H9, если брать ценообразование, ее можно купить до 2,5 миллионов рублей. И, кстати, недавно Haval у нас подорожал на 7%, если я не ошибаюсь. То есть бензиновую версию до 2,5 миллионов можно приобрести. А дизельная уже перешагнула эту цену. С ними проблема, на самом деле, редкость. Потому что эти машины очень хорошо продаются. Их поставляют не так уж и много. И найти машину с ПТС в наличии, кстати, при продаже, в продаже, которая стоит, очень тяжело. Преимущество H9 Havala перед всеми одноклассниками, так это опции, это дизайн. И это, в принципе, то, чем всегда китайцы привлекали внимание к себе. Но в случае Haval H9, это совсем другой китаец. Это, на самом деле, качественный китаец. Это Китайский сделан с душой. У нее видно, что вкладывали душу. Тут все очень сделано так интересно и со вкусом. На самом деле, сравнивать Haval H9 с Toyota Land Cruiser Prado, это, на самом деле, друзья, как сравнивать iPhone с каким-то Huawei. В Huawei столько функций. Да, там все так красиво выведено, но это Huawei, как-никак. Все-таки привыкли все к надежности Apple. Вот то же самое тут. Да, Haval красивая, интересная машина, имеет очень много функций. Но Toyota это Toyota. Это проверенная годами, это надежные узлы и агрегаты. Это все-таки Toyota управляя мечтой, как говорится. Сзади дизайн машины, на самом деле, тоже достаточно интересный. Первое, что бросается в глаза, так это надпись Haval или Havail. Все люди говорят по-разному, поэтому я буду, как классически, называть его Haval. Стоп-сигнал выше стоит в спойлере. Также у нас тут еще раз напоминает нам, что это Haval H9. И указатель, что это полный привод, равная машина. Багажник у нас тут огромный. Машина, кстати, у нас тут 7-местная. Третий ряд сидений спрятан вот тут вот в полу. Дальше покажем, как он открывается. Сейчас про багажник. Что мы тут имеем? Багажник у нас стоит шторка. Заводская шторка. Круто, вот так вот можем затянуть. Также тут у нас стоят ремни безопасности для третьего ряда пассажиров. Фальшпол у нас скрывает, соответственно, третий ряд сидений. И есть вот такое дополнительное помещение. Такие небольшие органайзеры. С правой стороны тут спрятан домкрат гидравлический стоит. С левой стороны пустое помещение под какие-то ключи, может быть, мелочи, которые вы туда можете добавить. На двери багажника компания Haval, да, они скопировали от Toyota. Вот такие вот органайзеры, куда прячут ключи и все такое. Но зато, как они красиво это скопировали, блин. Сюда это все добавили. На каждой крышечке добавили шумоизоляцию. Очень с первого раза идеально встает на место. Два таких органайзера на двери у нас. На самом деле тут должна быть аптечка, почему-то ее нет. Аварийный знак. С этой стороны у нас стоят ключи установлены там при первой необходимости. Сзади, кстати, места для задних пассажиров вполне достаточно. На карточке дверей лично, что мне понравилось, тоже идут кожаные вставки на подлокотнике. Такой удобный, удобная ручка на самом деле дверей. Хорошо собрана на многих китайцев она, кстати, скрипит. А вот тут вот в Haval, наверное, все, которые смотрят Haval H9 и не видели его еще ни разу, думают о том, что типичный Китай. И такой же скрипучий и жесткий пластик. Нифига, приедьте, посмотрите, ознакомьтесь сами. Качество обалденное. На пороге тут у нас такое освещение стоит небольшое. Тоже смотрится, кстати, достаточно интересно. Ручка, чтобы удобнее было залезать. Посадка классная. Сидения мягкие. Кожа приятная очень на ощупь. Что мы имеем для второго ряда пассажиров? Так это освещение салона. Фишка Havala в том, что тут сенсорные кнопки на освещение идут везде. В передней части я вам тоже покажу. Обдув для задних пассажиров. Так он закрывается, таким образом он открывается. То есть над головой. Кармашек дополнительный. Такие выемки под колени, наверное. И управление климата для второго ряда. Ниже у нас тут, ух ты, USB разъем для зарядки телефонов. Тут даже нарисована зарядка батареи. 12 вольт розетка и пепельница, скорее всего. Хотя непонятно, вроде обычный пластик. Просто дополнительное помещение. Подлокотник у нас тут прячет. Что он под собой прячет? Прячет он под стаканники. Дальше дополнительное помещение, видимо, под телефон. Можно туда спрятать или что-то намного интереснее. Да. Собственно, все. Как по мне, так очень удобно. Дорогие мои, на этом все. Если вы хотите приобрести Хавал H9 и планируете сделать выгодную покупку, я вам советую поехать в автолон Масс Моторс. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ждем вас по адресу. Город Москва, улица Варшавское шоссе, дом 132А, корпус 1. Все подробности на нашем сайте www.massmotors.ru или по телефону 8 800 2000, ровно 132. Субтитры создавал DimaTorzok